Меня зовут Полина, я занимаюсь исследованиями интернета в последние лет 5. Можно вот так говорить? Да, нужно. Я занимаюсь исследованием интернета, я социолог, и сейчас заканчиваю диссертацию в вышке, точнее, я уже дописала, и, видимо, скоро буду её защищать. И работаю там, занимаюсь исследованиями. Кроме того, можно видеть, что я координатор клуба любителей интернета и общества, такая неформальная общественная организация, где мы собираемся, устраиваем семинары, конференции, сейчас делаем онлайн-школу про качественные исследования интернета. Значит, и вообще предмет моего большого интереса, пожалуй, если не всю жизнь, то очень много лет, это то, как люди относятся к технологиям, и то, как люди что-то чувствуют по отношению к ним, то любят технологии, то ненавидят их, то говорят о том, что они устали от интернета и фейсбука, то, наоборот, рассказывают, как эта штука здорово меняет на жизнь. В общем, с чем связано изменение отношений людей к технологиям? То, что меня, в общем, интересует в разных формах, я думаю, лет 10 последних, и вот поговорить о доверии, мне кажется, одной из важных тем, разговор о доверии, кажется, одной из важных тем для того, чтобы, собственно, поговорить в том числе и о том, как мы относимся к технологиям, какие изменения претерпевают это отношение. Точно лучше микрофона. Маленькая аудитория. Это прям... Это хорошо слышно. Это как кол, да? Все хорошо? Да. Хорошо. Я медленно не думаю так, извините. Да, ну, значит, смотрите, я должна сделать такой дисклеймер, предварительное объявление, да, что в России вообще тема доверия в интернете не так много исследуется, как хотелось бы. Я имею в виду, есть, ну, какие-то метрики, есть исследования, есть цифры, мы о них говорим немного, но, скажем, в англоязычном сообществе доверие в интернете – это вообще одна из самых важных и больших тем. А, пожалуй, там, тема сообществ ее обгоняет, но они тесно связаны, и поэтому тема доверия, разных теорий по отношению к тому, как почему люди доверяют знакомым и незнакомым людям, которых встречают в сети, она прям большая и значительная. Я буду рассказывать о нескольких исследованиях, которые, мне кажется, интересными. Сейчас, ну, есть исследователи в России, которые этим занимаются, но я больше, наверное, буду ссылаться на англоязычные всякие источники. Да, в моих исследованиях доверия тоже не так, чтобы очень много было. Я буду рассказывать о каких-то связанных с этим историях, но если вам нужно будет непосредственно что-то про доверие в интернете как исследовательскую историю, то я, скорее, могу назвать какой-то ряд исследований, с которыми можно соотнестись. Вот. Давайте тогда начнем. А вот дело про историю интернета и про то, как, собственно, менялось доверие в сети, мне кажется, очень важно. Ведь для того, чтобы начать разбираться с этой темой, нужно представить интернет, страшно сказать, 80-х или 90-х годов, который был совсем не таким, как то, где мы общаемся сегодня. Начиная с того, что изначально интернет не был анонимным, точнее, еще до интернетной сети между университетами были сетями, где люди знали друг друга. Это была, по сути, такая большая телефонная книжка, где люди могли найти другого человека в интернете. Если вам нужен, то вот там можно было узнать, как к нему обратиться в интернете. То есть 50-е годы закончились, интернет стал неанонимным. Собственно, это была одна из развивок. Интернет мог остаться неанонимным, но все-таки стал анонимным. И представить, что вот в этой анонимной среде будет развиваться доверие, будет создаваться сообщество между людьми, было довольно странно. Нельзя сказать, что это была такая интуитивно понятная история. И такой следователь Говард Рейнлетт, он написал в 1995 году книжку под названием «Виртуальное сообщество, virtual community». И он начинается с того, что вообще мы, конечно, не ожидали этого всего. Но однажды в сети Уэлл, это была форума 80-е годы, мы столкнулись с ситуацией, когда одна из наших собеседников понадобилась помощь в физическом пространстве. То ли ребенок заболел, нужно было отвезти, то ли сломалась машина. Я не помню сейчас конкретный кейс. Он говорит, что я был поражен тем, что люди практически как в соседской коммуне собрались и начали помогать ему. Почему? Как? Они еще не знают ничего об этом человеке, они только с ним разговаривали в интернете, они только видели его никнейм. В 1995 году, когда интерфейс, как вы понимаете, был не визуальным, это были только тексты, действительно, поверить в это было довольно сложно. Тем не менее, доверие создавалось во многом за счет того, что основанием была такая большая идея, большая мечта, одним из оснований была эта мечта в том, что интернет стал пространством для свободного распространения информации, для свободного общения без границ, для бесплатного обмена информации, за что радовали и многие ученые, безусловно, не все, потому что университетские корпорации всегда были университетными корпорациями, но тем не менее, сама идея того, что мы здесь встретились для того, чтобы сделать общее нужное для всех нас полезное доброе дело, она питала ту структуру, которая создавала условия для доверия в раннем интернете. Значит, постепенно эта идея, эта утопия с одной стороны реализовалась, а с другой стороны начала постепенно разрушаться. Мы до сих пор, с одной стороны, в ней живем, и вместе с тем мы понимаем, что огромное количество материалов запрещено к распространению из-за авторских прав, мы видим, что довольно часто люди уже не доверяют любому случайному человеку в интернете в смысле распространения информации. По крайней мере, сайты требуют регистрации, мы требуем авторизации людей, с которыми мы общаемся. И вот эта первоначальная идея о доверии в интернете, она как-то постепенно начала меняться. Я такими широкими мазками перейду к 2010-м годам. Понятно, что в 90-е тоже было немало интересного, но скорее важно, что в 2000-е годы была совершенно другая ситуация, в которой мы продолжаем жить сегодня. Интернет снова становится неанонимным. Люди снова видят друг друга не только по никнеймам, как это было в период благосферы, люди чаще видят друг друга в социальных сетях, а сейчас и вовсе переходят на мессенджер. Вы, скорее всего, знаете тех людей, с которыми вы общаетесь. И уже исходя из того, что мы знаем, кто мы и где мы находимся, люди создают какую-то новую волну ресурсов, новую волну проектов, в которых устанавливается доверие. И доверие там уже становится формой реализации такого социального капитала. С одной стороны, и с другой стороны основанием для взаимодействия, но уже, скажем, по конкретным кейсам. Когда люди делают карту помощи, они доверяют друг другу на основании того, что, опять же, они объединены каким-то понятным, общим, важным делом. Они разделяют ценности друг друга. Это реализуется в действии, в непосредственном действии. Чем дальше будет время, тем больше стирается граница между онлайн и оффлайн. И, скажем, тот же проект с картой помощи – это уже очевидно, что мы можем говорить об отдельном интернете. Интернет, в данном случае, выступает как средство связи между людьми, которые доверяют друг другу. А интернет помогает им вместе что-то сделать. Проявляется огромная роль интернета в мобилизации, в политической мобилизации, то есть в данной мобилизации. С одной стороны, интернет перенимает функцию других средств массовой информации, но это уже не массовая информация, строго говоря. Это уже средства информирования, средства, которыми люди связываются не со всем миром, а люди связываются с конкретными людьми, с которыми они хотят и могут взаимодействовать. Поскольку в интернете к концу нулевых оказывается уже довольно большой процент населения успешных, довольно богатых стран, даже, видимо, в России колоссальный скачок в конце нулевых, в начале десятых годов, когда 30%, когда интернет – это все-таки еще такая история для тех, кто или работает в связи с интернетом, или молодежь, которая общается в интернете. Буквально за три года по поводу интернета нарастает до 60%, когда в общем мы можем говорить о том, что большое количество населения, большее количество населения страны находится в интернете. Понятно, что уже нельзя говорить о том, что мы доверяем тем, кто в интернете, потому что нет никакого внутри интернета, нет никакого вовне интернета. Есть люди, которые используют онлайн-средства, используют цифровую среду, и нужен, реже говоря, слово «интернет» в этой ситуации для того, чтобы связываться с теми, с кем они могут каким-то образом сообщаться. Но тем не менее, когда этот человек, например, постит объявление о помощи в интернете, его распространяя сначала в круги все эти друзей, а затем друзей и друзей, и дальше происходит такое вот вирусное распространение или не происходит, соответствует вопросом и загадкой, что является основанием для этого. Ведь зачастую это не только близкие связи, это не только знакомые нам люди, это не только ясность общего дела, это и что-то другое. И мы видим, что конфигурация того, как реализуется доверие в интернете, постепенно меняется. В конце концов, последнее, что здесь нужно сказать, это тот факт, что доверие сегодня превращается в бизнес. Я здесь не хочу говорить более жесткое слово «коммерциализируется», это не совсем так. Мы видим, что очень многие интернет-проекты построены на возможности доверия. Airbnb несет возможность доверия до этого исследования про каучсерфинг, когда люди останавливаются у незнакомых людей бесплатно, путешествуя по разным странам. Они доверяют тому, что какой-то ресурс позволяет им... Они доверяют ресурсам, доверяют людям, да? Они доверяют тем, кто доверяет ресурсам. Такая интересная цепочка взаимосвязи. Предполагается, что если они приедут к незнакомцу, остановятся у него дома в отдельной комнате, то с ним ничего не произойдет плохого, и в свой счет человек, который принимает у себя гостя, тоже предполагает, что к нему приедет тот, кто как-то разделяет эти правила гостеприимства. Это такие последние, мне кажется, может быть, не последние, но последние выражены в такой форме проявления интернета как глобальной истории. Потому что что объединяет людей в таком случае, в какую идею общую они верят, в то, что мы все можем быть связаны в какой-то общий формат взаимодействия с помощью этих технологий. Но мы видим, что сегодня происходит фрагментация сетей, что сегодня люди все чаще используют мессенджеры для того, чтобы общаться с теми, кого они уже знают. Люди все чаще общаются с теми, кто им уже знаком, но все реже пишут людям, у которых ничего не знают. Социальные сети перестают быть суперэкспансивными. После Фейсбука в общем ничего такого глобально всех связывающего не было. И соответственно, Фейсбука на акцию Креберг говорит о том, что это должна быть one identity. То есть человек обрел свое пространство в цифровой среде так, что оно у него и развивается вокруг его же оффлайновой фигуры, не отделяясь, не размножаясь на множественные цифровые личности. И в этой ситуации мы видим, что доверие постепенно меняет форму реализации. Здесь нужно сказать, что вообще интернет как идея, как сервис, как сеть изначально дает очень большой потенциал, очень большое обещание возможности взаимного доверия между людьми, которые их глаза друг другу не видели, или даже видели, но не предполагали возможности доверять друг другу до этого. Об этом есть такая идея и обещание интернета. А вот те формы, которые она обретает, они все-таки отличаются. Я попробовала здесь провести несколько тэвисов, которые рассказывают о том, почему мне кажется, что сегодня имеет смысл говорить об этом, поскольку именно сейчас доверие в интернете меняется. Во-первых, нужно понимать, что основание для того, чтобы создавать доверие в современном интернете, это все-таки чаще цепочка рукопожатий. В сетевом интернете мы говорим о доверии, которое становится рабочим инструментом благодаря такому сетевому капиталу. Мы знаем людей, которые доверяют одним людям, эти люди доверяют третьим людям. Соответственно, все это вместе создается сеть доверия или сообщество доверия. У них есть общие или более-менее представимые им общие нормы. Иногда они закреплены, если мы говорим, например, об инлайн-сообществах или ресурсах типа Airbnb. Где очень строго прописаны правила, на самом деле. Иногда они предполагаются имплицитно, то есть не проговорены вслух, но как-то предполагаются, что они нам всем понятны. Интересно, что мы видим, как внутри себя это всегда разрушается. Есть блестящее исследование 2013 года про товарищ серфинг, которое говорит нам о следующем. С одной стороны, интернет поощряет слабые связи. Мы все это знаем, что у вас может быть в оффлайновой жизни какое-то количество, три десятка близких людей, с которыми вы находитесь в более-менее регулярной связи. Коллеги по работе, старые друзья, родственники, еще кто-то. Значит, с помощью цифровой среды у вас может быть довольно большое количество связей, но они будут слабее. То есть вы с людьми реже встречаетесь, вы, может, лайкаете их в ВКонтакте или в Фейсбуке, может, не лайкаете даже. Может, вы в общем чатике где-нибудь находитесь, если вы студенты, у вас групповой чат, например, или если вы родители детей, у которых детский сад или школа, то вы, значит, 30 детей, 30 родителей, вы всех этих людей как-то знаете, но это довольно слабая связь. Вы, скорее всего, можете даже не помнить до конца, как человека зовут, но вот кто-то это. Или помните кто, но не помните, каким он с вами связан. Наверняка, если вы вспомните свою фрагменту, то, понимаете, что сколько-то людей таких там, скорее всего, есть. Ну, хотя тоже зависит. Я думаю, что люди, которые заводили социальные сети сравнительно недавно, уже немножко более строго к этому относятся. Как-то тенденция пошла к тому, чтобы больше оставлять знакомых людей в своих социальных сетях. Тоже тема большая, да, исследование. Так вот, значит, товарищи провели исследование про каучсерфинг и выяснили, что в таких ресурсах, которые построены на взаимном доверии, сильно слабые связи действительно очень здорово работают. И когда вы видите человека, видите профайл, видите, кто у него останавливался, то, например, начинаете переписываться, к кому-то едете, к кому-то не едете, кого-то добавляете в друзья, там можете продолжать потом общаться. Это возникает слабая связь, но поэтому сильные связи, которые у вас могли быть в этом сообществе, ослабляются. То есть если вы пришли туда, потому что у вас друзья, то есть у вас твой каучсерфинг, то вероятность того, что вы на той же платформе будете общаться с друзьями, она довольно низкая. Вероятность того, что вы вместе с ними будете что-то делать в той же среде, довольно низкая. То есть это парадоксальный пример того, что слабые связи иногда заменяют сильные. Я думаю, что это не о всех платформах работает, но вот на каучсерфинге говорят, что действительно так оно и было. Интересно было бы, конечно, сравнивать это, например, с Airbnb, который, с другой стороны, более массовые мероприятия, с другой стороны, там куда меньше возникло старых друзей. То есть люди могут приводить туда по приглашению, но, вероятно, вы не будете в Airbnb поддерживать отношения со своими уже без того состоявшимися друзьями. То есть уже 13-й год, мне кажется, довольно устаревающе и стремительно по отношению к сегодняшним дням. В 13-м году в Airbnb, мне кажется, не было таким глобальным, но еще не было потенциала сравнения этих сервисов. Вторая история – это история про мессенджера, которая тоже как-то меняет структуру доверия. Я читала лекции, ведала курс в лицее, и я помню, как мои ученики, которым было тогда 15 лет, два года назад, сейчас им 17, они так уже в 2000-х годах рождения люди, и, соответственно, они очень удивлялись тому, что в интернете люди знакомились с людьми, которых они вообще никогда в глаза не видели, и в ЖЖ, например, у вас там любят друзья, немало, мы с ними регулярно общались, и при этом вы могли не представлять, что это за люди, так сказать, в офлайне. И, значит, мои ученики всегда говорили, ну вот ничего, мы вырастем и расскажем вам, что это не свойство возраста и эпохи, а то, что… Нет, не свойство возраста, а свойство эпохи. Когда нам будет 20 лет, мы не будем знакомиться с незнакомыми людьми, потому что вообще совершенно по-другому пошла, значит, история. Потому что, с одной стороны, огромный акцент на безопасность детей в интернете привел к тому, что люди стараются там, родителей фильтровать, с ним общаются дети и так далее. С другой стороны, современный ребенок растет уже, имея группу в ВКонтакте, где его одноклассники тоже сидят. Соответственно, ему интернет нужен не для того, чтобы, ну, как для услуг моего поколения, даже еще людей 80-х годов рождения, да, в общем, я думаю, и начало 90-х, интернет был способом не только общения с тем, кого я знаю. То есть я в интернет выходила не для того, чтобы пообщаться со своими одноклассниками, я их каждый день видела в школе. В интернете мне было другой интерес. Сегодня люди тоже, конечно, в интернете ищут что-то помимо школы, но во многом они еще общаются с одноклассниками, обмениваются какими-то домашними заданиями. То есть интернет для них — это очень прикладной функциональный инструмент. И это первая функция часто, с которой они сталкиваются. Ну, после игр, в которые играют совсем маленькие дети. Ну, в контакте люди часто начинают с игр. Дети во втором классе они все еще играют в играх, естественно. Потом они играют в социальные игры вместе с одноклассниками. Потом начинают, значит, домашнюю работу уточнять, ну, и так далее. И так далее.